И в завершении выпуска в минувшее воскресенье в Коломне отметили главный татарский национальный праздник – Сабантуй. Гостей ждал праздничный концерт, народные состязания и конкурсы. Сабантуй – ежекодный народный праздник, окончание весенних полевых работ у татар, башкир, марийцев и многих других народов. Вот сейчас, пройдя по подворью, вы все видите праздник абсолютно народный. Я вас всех от чистого сердца приветствую на нашей многоциональной коломенской земле. Сабантуй празднуется на территории Подмосковья уже 17-й раз. Истоки Сабантуя уходят в глубокую древность. Разные народы традиционно отмечают праздник соревнованиями, гуляниями, песнями, танцами и готовят сладкие угощения. Сегодня большой праздник Сабантуй, который празднуют не только в нашей стране, не только в нашем районе, но и за рубежом. Этот праздник Сабантуй отмечается с большим размахом. Все татары собираются на свой национальный праздник. Многие гости прибыли на Сабантуй из разных городов России. Всегда приходите на Сабантуй, всегда весело, играйте, участвуйте в играх. Присутствовали на празднике и необычные гости. Организаторы Сабантуй 2017 оборудовали специальную площадку для соревнований на берегу Москвы-реки в селе Черкизово Коломенского района. Среди конкурсов были борьба куреш, бои под ушками на скользком бревне, перетягивание канатов, песни, пляски, верховая езда и даже драйленд-дисциплина, собачья упряжка. На официальной части праздника глава Коломенского района Андрей Ваулин и глава Лаишевского района Республики Катарстан Михаил Афанасьев подписали соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве. И то, что вы увидели сейчас в подписании соглашения, это и есть. Праздник Сабантуй – это не просто один раз собраться, попеть песни и так далее. Праздник Сабантуй – это заложить перспективу отношения на дальнейшее. Почетных гостей и зрителей угощали традиционной восточной сладостью – чак-чак. Изделием, приготовленным из теста с медом, которое относится к кухне тюркских народов. Главным соревнованием на празднике стала борьба Куреш. Это традиционное татарское состязание, победителю которого испокон веков дарили барана. И в этот раз обычаи решили не нарушать. Первое место и звание абсолютного батыра Сабантуй 2017 выиграл Владимир Антонов из города Коломна. В гости торжества с нетерпением ждут следующего праздника Сабантуй 2018, который пройдет в Сергиевом посаде. Екатерина Скрижалина, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.